Друзья, приветствую! Вторая часть посылки от Алексея из Башкортостана. В первой части я проверял масло Edemitsu The Pro Touring 530, а сейчас проверю Shell Helix HX8 540. Полнозольное масло, вот два образца. Сейчас покажу вам описание автомобиля, масла. Нас интересует сейчас верхняя часть таблицы. Это Lada Largus 13 года, 1.6 двигатель Renault K7M 84 силы. Машина эксплуатируется на ГБО пропан-бутан. Эталон данного масла у меня уже был, поэтому сейчас проверю свежий от Алексея, посмотрим по совпадению с эталоном свежего и потом проверю отработку. Закладываю пару капель. Сейчас прибор уже в принципе заканчивает проверку. Давайте посмотрим. Противоизносных присадок 107%, рядышком. Гликоли 1,1. Тут такое пограничное значение, может быть и погрешность. Посмотрите, кислотное 1,66 в эталоне 1,7 и щелочное полное совпадение 12,8. У меня, честно говоря, нет сомнений, что это оригинальное масло. Все такое очень-очень близкие, чрезвычайно близкие значения, если даже учесть погрешность прибора, то есть все один в один. Это я сохраняю и можно приступать к проверке отработки. Так, как я говорил уже, это Lada Largus с мотором Renault. Обратите внимание на пробег 427 400 километров. Катализатор удален, доливок не было. Значит пробег на масле 9600 километров, 80 процентов по трассе и используется пропан-бутан и бензин 92 от BASH нефтепродукт. Так, сейчас прибор проверял частоту окон, батарейка садится, измерял фон и, посмотрите, противоизносных присадок прибор намерил 97 процентов, шикарно. Нитрование очень высокое, 40,5 сажа, 4 сотых. Честно говоря, многовато для трассы и для газа. Кислотная 2,92 выросла на 2,2. Щелочная 7,1. Начальная очень высокая, здесь запас еще есть. И еще стоит обратить внимание, 2100 ппм воды и гликоля 0,5 процентов. Этот показатель гликоли вода в таком количестве могут свидетельствовать о попадании в двигатель антифриза, в масло антифриза. Алексею стоит обратить на это пристальное внимание, я ему уже сообщал об этом, но в любом случае надо очень тщательно следить за уровнем, значит на предмет эмульсии, на щупе, на внутри крышки маслозаливной. Давайте посмотрим, что произошло с вязкостью. С вязкостью все хорошо, несмотря на практически 10 тысяч километров, но это газ. Он не так сильно попадает в картер, потому что попадая в камеру сгорания, он превращается в газообразное состояние, он не течет туда вниз. Здесь возможно небольшое разжижение на 8 процентов от максимального, возможно это из-за воды 2100 ппм. Да, не забывайте отметить видео, подписывайтесь, предложение ограничено, шутка, и нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. И вот такой получился прогноз, что было, что стало. Посмотрите, моющие нейтрализующие свойства шикарные, 15400 практически километров, а вот по нейтрованию 8200. Производитель прибора пишет, что наиболее характерное нейтрование для машин, использующих газ. Здесь в данном случае яркое тому подтверждение, по вязкости тоже нет вопросов, но Алексей написал, что нет расхода масла, но здесь такой момент тоже может быть, знаете как, расхода вроде нет, а за там 9000 уровень мог с максимумом до минимума спуститься. Ну я к примеру говорю, я не утверждаю, сложный вопрос. Но пробег серьезный, вот возможно какая-то может быть настройка, что тут может быть забогачено, под забогачено смесь, возможно и такое. Да, тогда будет тоже сильнее нейтрование нарастать. Ну вот такая картина также имеет смысл проверить. Катализатора нет, иногда значит надо проверить, какой все-таки расход масла и воздушный фильтр посмотреть, потому что если не часто меняется, то тоже это может негативно сказываться вот именно на ускоренном нейтровании, а оно прибивает все остальные параметры. Вот такая картина по маслу. Вот такой тест. Благодарю Алексея за предоставленные образцы, за поддержку канала, всех кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья, берегите себя и близких, всем мира, увидимся в следующих видео, пока.